Христорождественский храм, архиерейская служба и сотни верующих. Великий праздник Сретения Господня послужил причиной этого церковного торжества. Мы вместе с праведным Симеоном более двух тысяч лет спустя радостно встречаем своего Спасителя. Симеону, мудрецу из израильских преосвященников, выпал переводить Священное Писание. Во время этого занятия он сомнился в словах. Дева в очреве примет и родит сына. Он смутился написанным, потому что по законам природы молодая Дева не может принять в очреве и родить сына. Он попытался исправить и написать женщина. Ангел остановил его и сказал, что он сам встретит этого младенца. Все произошло на 40-й день после Рождества Христова. Божья Матерь Иосиф Обручник принесли младенца в Иерусалимский храм для обряда посвящения Богу. Тот день, который мы теперь называем Сретением, Святой Симеон оказался там вместе со святым семейством. И лично убедился, что на землю пришел Спаситель, которого родила именно Дева. По случаю этого праздника сегодня правящий архиерей совершил Божественную Литургию и возглавил храмовые торжества. Владыка только начинает свое служение в Новом Сане. Но уже особенно тепло встречаем уварскими прихожанами, которые с первого дня увидели в нем истинного духовного пастыря. Православные всех возрастов пришли сегодня помолиться вместе со своим владыкой. ПЕСНЯ 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 Слава Господи! Во время литургии перед Таинством Причащения Протеерей Владислав Сосолятин зачитал послание святейшего патриарха Кирилла со словами поздравлений по случаю праздника Среднегосподня, а также Дня православной молодежи. Обращаясь к молодежи, хотел бы сказать следующее. Дорогие юные братья и сестры! Призываю вас твердо держаться заповеданных Творцом духовно-нравственных идеалов, храня в целомудрии чистоте свой разум и чувства, подавая окружающим пример стойкости в вере, милосердии и отзывчивости. Молитвенно желаю всем вам неуклонно возрастания в любви ко Господу и ближним, в помощи Божьей в добрых делах, начинаниях, созидательного труда на пользу Отечества и нашего народа. Кирилл, патриарх Московский, истерярус Праздника. Средине Господне напоминает нам не только о давних событиях, но и о том, что рано или поздно каждому человеку предстоит личная встреча с Богом. В этом главный смысл тех событий, а следовательно и самого праздника. Церковь Божия стоит и врата Адамы, как происходит, Евангелие не одолеет ее. Цель Церкви – спасение душ человеческих. И она будет призывать до скончания неба вере во Христа. У каждого из нас есть свободная воля. Все мы можем стать, как правило Симеон, Богоприимцами. Мы не можем, конечно, принять Боговладенца Христа в свои руки, но в свое сердце, в свою душу мы можем принять у Христа. В Священное Писании говорит, кто любит Меня, тот западный Моя соблюдет. И Отец возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него созворим. Так вот, всем я вам желаю, чтобы Ваша душа, Ваше сердце стало обителью для Бога. По окончании службы Владыка одарил прихожан своим архиерейским благословением и каждого поздравил с великим праздником. Ирина Мерзлякова, Елена Малышева, Варвара Павлова. Наш город.